Все больше русскоговорящих украинцев переходят на государственный язык и дома, и вне его. Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, исключительно на украинском говорит 41% респондентов. Еще 17 в большинстве ситуаций общаются на украинском, а 24% в равной степени и на украинском, и на русском. В 2022 году за преимущественную украиноязычность высказались 80%, а за двуязычие только 15%. Превалирование украинского во всех сферах поддерживают даже большинство жителей Востока и Юга – 66% и русскоязычных 57%. То есть люди, которые сами пока говорят преимущественно на русском, тоже считают, что должен господствовать украинский. Владимир Кулик, доктор политических наук. Украинцы начали отказываться и от русского контента еще с 2014 года, но после начала полномасштабного вторжения России в Украину, желающих избавиться от любого проявления русского мира, стало гораздо больше. Люди перестали смотреть российские сериалы и шоу, слушать российскую музыку и активно отписываются от российских блогеров и звезд. Если говорить конкретно цифрами, то по состоянию на август месяц, когда у нас был опрос на эту тему, то в принципе мы видели, что около 2-3 не смотрят вообще российские сериалы. До 24 февраля таких было всего 23%. То есть мы видим увеличение практически в 3 раза. То же касается музыки, но здесь тенденция как бы не настолько яркая, но цифры чуть меньше. Сейчас около половины не слушают российскую музыку. Еще 8 лет назад РФ аннексировала преимущественно русскоязычный Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей под предлогом защиты интересов русскоговорящих. Взамен же принесла пытки и казни местного населения, репрессии, тотальную цензуру и незаконную депортацию, обстрелы, милитаризацию и крах экономики некогда успешных регионов. А после начала полномасштабного вторжения в Украину еще и насильственную мобилизацию жителей оккупированных территорий в российскую армию и незаконное вооруженное формирование. Военные РФ фактически уничтожили города и села, в которых люди в основном говорили на русском. Мариуполь, Бахмут, Солидар – это лишь малая часть из-за этого страшного перечня. Продолжаются обстрелы мирных домов в Харькове, Запорожье, Днепре, где люди говорят на двух языках. И на русском проклинают Путина и его армию. Что вы сделали своим сыном, негодяи? Я вас проклинаю до седьмого поколения. Пусть вы, собаки, всю жизнь прокляты, всеми людьми, и вновь тоже прокляты, и всеми материнскими слезами. Культура отмены всего российского стала общей тенденцией во всем цивилизованном мире. Россия токсична. И политики, и простые граждане не хотят иметь ничего общего с агрессивным авторитарным государством-террористом. А известный американский историк Тимоти Снайдер считает, что РФ вторглась в Украину для того, чтобы ограничить свободу русскоязычных украинцев. По его мнению, именно обмен взглядами на понятном обеим сторонам русском языке был проблемой для России. Ведь самой Российской Федерации свободно высказываться людям запрещено.